Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. С вами Максим Радайкин. И я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Иоанидович, Росатом будет обогащать брасийский уран. Стоимость контракта заключенного госкомпанией АНБ около 40 миллионов долларов. Пусть контракт не такой звонкий, Борис Иоанидович, а в чем логика добывать уран в Бразилии и тащить его через весь белый свет в Россию, чтобы обогащать? Неужто никто больше не может? Был тендер, тендер был выигран в одни ворота по понятным причинам. Собственно говоря, и все. Своих обогатительных мощностей нет. И куда собственно можно было обращаться, если не выходить из западного полушария? Есть Соединенные Штаты, у них технологий нет. Единственный работающий завод Юранка USA, европейский, с учетом того, сколько обогащенного урана нужно Соединенным Штатам, не хватает, туда не обратишься, договариваться с европейцами. Росатом просто выиграл по цене, вот и все. Китайцы тоже участвовали обогащать, собирались на нашей же технологии. Напомню, что вместе с контрактом на строительство атомной электростанции Тяньвань в 1999 году начали строить еще и обогатительный завод на центрифугах шестого поколения. На всякий случай, напомню, что в России сейчас устанавливают центрифуги поколения 9+. Тут обратно будет поставляться обогащенный урановый продукт. То есть 40 миллионов долларов – это просто работа по обогащению в чистом виде, честный заработок «Росатома». Лишним никогда не бывает «Росатома». Много чего строит, много чего делает, так что пригодится. Соответственно, налоги, рабочие места, ну и само присутствие. Брикс, он же начинается с Бразилии. Вот почему бы не отметить, собственно говоря, возражения по этому поводу особых быть не должно, да и не будет. Так что такая вот маленькая, но победа, маленький шаг к дальнейшей интеграции Брикс. Мы слышим слова политиков, а вот наконец-то появляются какие-то совершенно конкретные дела. Правда, мы в Бразилии еще и дизельное топливо поставляем в достаточно больших объемах, но тут все-таки высокотехнологичная продукция. В Бразилии ровно одна атомная электростанция, ровно один атомный энергоблок. Много размышлений по поводу того, что нужно строить вторую. Следующее, спрос на электроэнергию растет, обеспечивает себя электроэнергией за счет ВИИ, за счет ГЭС. Не исключено, что это просто первые шаги. Не исключено, что шаги будут продолжены. Почему бы и нет, собственно говоря. Тем более, что, опять же, напомню, что нынешний генеральный директор Росатома на свою должность был назначен указом президента в 2016 году. Новых контрактов на строительство атомных электростанций большой мощности зарубежных мы с той порой не видели. Достаточно много лет, переговоров много, разговоров даже кое-где меморандумы, но на самом деле сейчас отрабатывается тот задел, который был при предыдущем руководителе, господине Кириенко, кто бы как к нему не относился, но, тем не менее, все эти атомные стройки – это контакты тех времен, когда корпорация руководила он. Так что неплохо бы, уже 8 лет вот как-то прошло. Есть, правда, надежда, что решится вопрос с Казахстаном. Вроде бы начинаются переговоры с Турцией по атомной электростанции на площадке Синоп, размышляет Белоруссия, не построит ли им вторую атомную электростанцию, ну и так далее, и так далее. Переговоры с Индонезией, с Мьянмой и многими другими. Так что, что касается Казахстана, из свежих новостей оттуда, определена точно площадка, где это будет строиться. Ну, собственно говоря, правительство подтвердило те выводы, которые сделали специалисты, геологи, специалисты по водообращению и так далее. Напомню, что по поручению президента страны Токаева, решение должно быть принято до окончания первого полугодия. Там в финальную часть тендера вышли четыре компании. Росатом, ЭДФ французская, с их технологиями реактора ЭПР-1200. Ни одного в природе нет, но, тем не менее, в тендер они вышли. Одна из китайских корпораций, China National Nuclear Corporation, CNNC, и южнокорейская КЕПКО. Это аббревиатура. Korean Energy Power Company. Но произносится легко. КЕПКО. Кому будет одно предпочтение, сейчас сказать сложно. Но давайте все-таки помнить о том, что, опять же, к Казахстану на уровне политики и прочих вещей можно относиться по-разному. Но, тем не менее, референдум о применимости атомной энергетики для Казахстана сторонники атомной энергетики убедительно доказали, что взрывомыслие в Казахстане присутствует. Будем надеяться, что и дальнейшие шаги будут в том же направлении. Тем более, что прозвучало требование президента в отношении правительства. К Казахстану одной атомной электростанции будет просто мало. Нужно минимум три. Так что, не исключено, что здесь то направление, которое будет действительно достаточно перспективным. Почему решение трех атомных электростанций здесь такая обычная энергетическая арифметика. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий. И это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика.инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Возраст электростанций в Казахстане достаточно значительный. Предстоит выводить из эксплуатации угольные. Их просто будет не хватать. То, что выведут, составляет от двух до двух с половиной гигаватт. То есть, не построенная атомная электростанция, а планируется, что будет построена от двух до двух с половиной гигаватт, это, собственно говоря, электростанция замещения. Поскольку спрос на электроэнергию в Казахстане растет, соответственно, нужно продолжать и продолжать. Так что посмотрим, как здесь переговоры пройдут. Из таких атомных новостей, ну, наверное, давайте сегодня. Такая легкая передача будет. 75 лет. Вчера исполненного сборно-химическому комбинату 26 февраля. Он же скала. Из площадок, на котором ковался наш ядерный щит, где работали реакторы, так называемые промышленные, на которых нарабатывался оружейный плутоний. Место, где работала первая крупная атомная электростанция Советского Союза, сибирская атомная электростанция. И вот все эти мемы, что-то похолодало подбрось уголька, да, это действительно приблизительно так и выглядело. Если на первой площадке, на Урале, в нынешнем городе Озерске, выяснилось, что при работе реактора вырабатывается большое количество тепла, но еще не было шагов в сторону его использования для обеспечения электрической тепловой энергии, то в Северске и в Железногорске это было сделано. Если вот эти сверхзакрытые атомные электростанции считать, одной сибирской атомной электростанции имела общую мощность 500 мегаватт. Для 50-х, 60-х годов прошлого века более чем значительно, особенно с учетом того, что первая атомная электростанция у нас имела мощность 5 мегаватт. Но, разумеется, вот такой проект, промышленный реактор, одновременно с наработкой плутония, вырабатываемой электроэнергией и тепло, почему-то в Сирию не пошел. Хотя, казалось бы, и шутки шутками, но первая атомная электростанция в Англии работала ровно так же. То есть она была второй по счету на планете обогнали американцев, но электрическую энергию они вырабатывали на реакторах, на которых нарабатывалось оружие плутония. Так что здесь шаги такие. На день сегодняшний, ну, во-первых, ГХК с праздником, с тем, что продолжение продолжается, уникальный комбинат, глубина под поверхностью земли 200 метров, 10-километровая железнодорожная ветка, чтобы приехать на работу на комбинат, это именно комбинат, не завод. Их там несколько. Ядренные реакторы остановлены. Сейчас именно там производится МОКС-топливо для реакторов на быстрых нейтонах, пока для реактора на быстрых нейтонах на натрии, с натриевым теплоносителем, но ожидается, что там же будет производиться топливо и для реакторов со свинцовым теплоносителем, со временем свежее топливо. Будем смотреть, будем наблюдать. Там же, если говорить о дальнейшем развитии комбината, планируется создать жидко-солевой реактор. Требуется он для так называемого дожигания минорных актинидов. Наверное, проще всего считать это радиоактивными ядами, высокоактивные отходы, у которых период полураспада около 200 тысяч лет. Те самые проблемы с захоронением облученного ядерного топлива, которые перед всеми странами, где есть атомные электростанции, решают по-разному. Здесь у нас может появиться вот такое решение. Мы способны переработать облученное ядерное топливо, но даже те актиниды, которые уже накопились за время работы атомных электростанций, может быть, там же будут превращаться в другие химические элементы, более короткоживущие, для которых не потребуется строительство вот таких геологических захоронений. Так что наш горно-химический комбинат жив, здоров, продолжает развиваться. Ждем с нетерпением, на самом деле, когда у нас появится второй радиотехнический завод для переработки облученного ядерного топлива обычных атомных электростанций. На день сегодняшний у нас только один завод в Озерске, требуется второй. То, что предложено, те технологии, какие предложены, было время, когда у нас были более-менее приличные отношения с Францией, приезжали французские специалисты. Напоминаю, что на день сегодняшний заводов по переработке облученного ядерного топлива на планете три, два во Франции, один у нас. Французские атомщики, осмотрев те технологии, которые предстоит реализовать, считают, что это будет завод не второго поколения, а сразу третьего. Через поколение номер два мы просто перепрыгнем. Зависит, конечно, от профессионалов, продолжающих работать на горно-химическом кабинете. Так что с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям моих земляков горно-химическому комбинату расти и процветать. Я думаю, что на сегодня, наверное, атомных новостей хватит, хотя, ну, в принципе, можно вспомнить и состоявшиеся переговоры с Индонезией, островная страна, и это перспектива, на самом деле, для плавающих атомных электростанций. У Росатома есть новая проекта именно тропического исполнения. Горячая вода, отопление, ну, в Индонезии, как-то, вряд ли сильно востребовано, но там есть возможность добавлять модули для опреснения воды, и вот это может быть значительно более симпатично для стран тропического пояса. Так что смотрим. Борис Анидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на геоэнергетика.инфа в Телеграм. Там будут все новости по нашему проекту. Ссылка будет в описании. И закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Добавлю от себя, что с большим удовольствием вернулся бы к атомным дайджестам. Росатом, да и мировая атомная энергетика новостей нам добавляет достаточно много. Мы в последнее время сосредоточены на нефтегазовых вопросах. Если интересно, пишите в комментариях, с удовольствием прочитаю. Всем спасибо за внимание. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала «Независимый аналитический онлайн-журнал геоэнергетика.Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба для нас стала дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Зене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика.Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова